Приветствую всех зрителей Катграда, с вами снова Катархонт и на фоне Фростпанк, наш великий город, который уже построен, основа заложена, но мы продолжаем его расширять и улучшать. Я очень рад, что вас порадовали 24-часовые смены, прекрасный супчик, и вы хотите продолжения жизни в столь прекрасном городе. Поэтому для вас новая серия. На дворе, если что, 19-й день, скоро наступит 20-й, через день у нас еще похолодание намечается, потом, правда, потепление, так что надо быть готовыми, я вроде бы дома более-менее везде наставил, бараки пока что, прошу прощения, но в скором времени их все равно придется обновить до домов нормальных и жить уже в более теплых условиях. С лондонцами мы почти разобрались, а в скором времени к нам пойдут поселенцы в большом количестве новые, и нам надо будет их принимать, но благо, вроде как, запасы для них есть. А вот и первый дом появился, посмотрите-ка, прекрасный, теплый, комфортный, никаких заболеваний не будет у тех, кто в нем живет, это первый дом в Катграде. А запомните его, он был построен рядом со стражевым постом, ибо людям со стражевого поста надо жить в тепле. И, конечно же, ваши отзывы о Катграде были услышаны, и ряд из вас стал жителями данного прекрасного города. Можете ознакомить спонсоров, я отправил работать на стеной Бур. Тяжелая работа, но думаю, они с ней справятся. Также некоторые из тех, кто отметился хорошими комментами, смотрите-ка, направился работать в промышленную теплицу. А часть из вас удостоилась места работы. На стражевом посте, посмотрите-ка сюда, пять этих человек получили такое знатное место работы. У каждого из вас тоже есть шанс очутиться в этом Катграде. Оставляйте свои комменты, и рандомным образом кто-то из вас станет новым жителем этого прекрасного города. Сэр, воросту положен конец, презренный вор посажен в тюрьму. Мы вернули себе 53 штуки пищевых пайков и 47 единиц древесины. Нифига себе он украл. И чё, пускай сидит. Всё правильно. Вороство надо пресекать. Давай ещё одну листовочку. Ох, надежда-то какая хорошая. Почти стопроцентная. Ну и давай на фоне этого облаву. О, 14 лондонцев всего осталось. Замечательно. Хм, а кто-то из рабочих на стражевом посте был среди лондонцев. Ну извините, да, кто-то один оказался в тюрьме. Люди покидают ряды лондонцев. Умные, молодцы, 9 человек осталось. И это без внедрения ещё последнего закона. Вперёд, интересно, что удастся сделать сегодня? Да-да-да-да-да, работайте давайте. Во славу нашего города. Мы одолеем и холод, и всё. Крытие детей. Они рассказали, что однажды ночью учителя и некоторые охотники вывели их из Винтерхома ради секретного приключения. Учителя сказали, что им придётся остаться тут на какое-то время. А потом еды стало мало, и хапкина отправились раздобыть ещё и больше не вернулись. Похоже, детей эвакуировали, прежде чем всё пошло прахом. Тридцать четыре и ребёнка. Ну, давай сопроводим до города. Не будем уж бросать детей-то, позаботимся о них. Благо, у нас детский труд доступен, так что проблем не будет. Давайте-ка исследуем бригадира. Посмотрите, он добавляет 40% эффективности рабочим местам. Да, люди должны ещё эффективнее работать. Может, работникам и нужно указывать, что делать, но не нам. Говорят, работа под назором более продуктивна. Вот смотри, мнения разделились. Я поддерживаю вторых. Шантаж. Центр пропаганды докладывает, что ценный осведомитель пользует своим положением для штатажа. Мы получили от него много полезных сведений с тех пор, как она подписала взгляд уверенности. Но, похоже, она выбирает, о ком сообщить, а о ком умолчать в обмен на услуги. Её примеры следуют другие осведомители. Хммм. Оставить их в покое, либо же вычеркнуть их из списка. Вы потеряете несколько осведомителей. Не, такие нам не нужны. Нам нужны те, кто работают именно на нас. Я понимаю, что она сейчас может что-то выдаст другим людям. Но и ладно. Нам нужны только честные работяги, которые докладывают как надо. А вот и пошло похолодание до минус 60. Отлично. Давай смотрим, что у нас по температуре. Прохладненько в домах. Немножко прохладненько. Ух, бедненькие мои. Ну ладно, я готов. Включу вам третий уровень мощности. Или хотя зачем третий? Давай пока форсаж врубим. Во. Всем сразу же стало приемлемо. Прекрасно. А ещё вдобавок можем, смотрите, построить эгитатор. И ещё на 20% эффективность рабочих мест поблизости. Давай. Сэр, у дверей тюрьмы претестующий кричит во всё горло о злоупотреблениях нашей пенитенциарной системы. Кого они сажают? Обращается он к каждому, кто проходит мимо. Преступников или же невинных. Что осмелились им возразить? Задумайтесь. Что нам с ним делать? Недовольствие усилить с игнорировать, либо же арестовать? Арестовать за нарушение порядка? Чё он тут хочет-то? Что за чудное утро? Мы готовимся к новому дню. Всё идёт неплохо. Поблагодарим капитана за это. О! О! Народ понимает, что надо было благодарить нас за столь прекрасные дни. О! Смотрите, где аванпост-центр строится. Давайте поставим. Я так понимаю, мы с помощью него сможем добывать ещё ресурсы. А ресурсы это всегда хорошо. И отправляем первый отряд в угольную шахту. Давайте-ка. Аванпост. Девять часов до прибытия. И они 800 угля раз в один день будут доставлять. Прекрасно. На это надо всего-навсего 10 рабочих. Не так уж и много. Зато бонус неплохой нам будет с вами в ресурсах. Так, какое-то интересное событие. Мы ни за что не могли позволить лондонцам уйти. Мы поступили правильно. Больше никаких разделений. Мы единое общество. Мы снова едины. Они бы погибли, если бы ушли. Но мы своих не бросаем. А чё, у нас все лондонцы остались, что ли? Воу-воу-воу-воу. Неплохо тут, зато можете полюбоваться красотами Кадграда. Нас не расколоть. Лондонцы вновь стали частью целого. Больше никто не хочет покинуть город. Мы выиграли тяжкую битву с теми, кто хотел посеять раздор между нами. Трагедия Винтерхуама подорвала нашу надежду. Страх породил безумные идеи. Мы не могли позволить людям умереть в ледяных пустошах. Мы сделали для объединения людей то, что должны были. Вместе мы сильнее. Всё, лондонцев больше нету. Поздравьте нас. Да и надежда стопроцентная. Ух. О, потепление на 20 градусов. Правда, потом похолодание до третьего уровня. Так что надо быть к этому готовым. И, собственно, второй уровень мощности. А то тут слишком уж жарит везде. Укрытие в пещере. Уставшие люди. Когда мы привели здесь к пещере, её обитатели достали оружие и укрыли за стеной, перегородив вход. Они плохо выглядят, слабо от недоедания и болезни. Напасть на них? Поговорить с ними, конечно же. Пообщаемся с американцами. Почему бы не поболтать? Видя, что у нас нет плохих намерений, американцы рассказали, как вершили правосудие на тираны. После того, как и знали из города. Мы погребли истерзное тело Теслы в пещере и направились домой. Забрав с собой этих бедняк. 35 человек. Рабочих. О. Давайте, давайте. Я только за. Рабочие руки, это хорошо. Ох ты ж, саботаж у нас тут, смотрите-ка. Сэр, вандалы сломали агитатор. Кто-то стащил одну из деталей и написал на нём, хватит верещать весь день. Похоже, не все жители хотят работать эффективнее. Поймать их и вернуть деталь. Люди помогут получить травму, либо же починить. Не, давай починим, не будем уж жестить с народом. Капитан, группа измождённых выживших добралась до вашего города. Из их сбивших объяснений мы поняли, что они долго шли, многие погибли в пути. Они всё время повторяют слова «Рок настигнет нас», а ещё говорят, что за ними следует множество беженцев. Выжившие умоляют помочь им, сэр. Надо соблюдать осторожность. Мы поможем им, конечно же, мы отправим поисковую группу и доставим их в город, без вопросов. Вот эти беженцы идут. Сейчас через четыре часа навстречу отправим им разведчика, не переживайте. Опа-на, патруль применили и недовольство так резко хоп, и упало. Со стражниками на улицах всё будет спокойнее. Да, всё нормально. Беженцы из морозных земель. Бегство от буря. Городу подошло множество людей, многие из них нездоровые. Они говорят, что к нам движется невиданная погодная аномалия, и что без вашей помощи они погибнут. Мы бы такое не пережили. Повезло, что полярный исследователь Нансен предупредил нас о грядущей катастрофе и сказал эвакуироваться. Пожалуйста, впустите нас. Ну да, мы примем всех, 70 человек, 30 из них больны. Ух, 44 места надо. Ну, я так понимаю, сейчас начнем активно строить дома, ибо выбора больше нету. Всем надо даровать жильё. И ещё идут беженцы, на сей раз взрослые и дети. Ух, весело у нас сейчас будет. Уже 450 человек. И многие из них, кстати, не работают. Гневная тирада, сэр, стража доложила человеке, предпроизначающим пылкую речь перед небольшой толпой. Он обвиняет вас в одурачивании или жителей с целью всех поработить. Капитан делает так, чтобы вы все были довольны, невежественны и послушны. Помните закон о бедных? Работные дома? Мы так живём сейчас. Мы должны вкалывать и молчать. Но ещё не поздно. Свернуть капитана? Ну, конечно, надежда немного упадёт, ничего не знаю. И надежду сейчас вернём. Всё, стопроцентная надежда, это прекрасно. И давайте-ка, наверное, сделаем протезирование. Как раз у нас тут есть возможность на фабрике делать протезы, чтобы люди работали. Даже те, кто был обморожен. Наконец-то калеки смогут работать и мы богатим. Можно сказать, что так мы вернём калекам жизнь. Во! Народ прям полностью за нас. Вторая волна. Ещё одна гигантская группа людей подошла к городу. Их состояние ещё хуже, чем предыдущих беженцев. Многие страдают от обморожения. Они все твердят о кошмарной буре, что движется с юга. Нансен увёл нас на север, потому что за годы исследований Арктики научился тут выживать, используя природные ресурсы. Правда, никто не ожидал такого. Пустить их? Да, конечно, 70 человек. Ух, сколько больных. 9, да, осталось? Ну, в целом ещё 17 домов. Хм. Вот это задачка. Хотя бы делайте что-нибудь полезное за работу. Им работать негде, поймите. Хе-хе-хе. Я так идеально обустроил, что работать негде, ресурсы вроде есть. Надо исправлять ситуацию. Отправлять их всех работать и батрачить. О, у нас ещё 60 человек за два дня. Ух, много домов нам придётся построить. Пошёл, пошёл холод. Ну давай, третий уровень мощности генератора подрублю вам. Я сегодня добрый, не переживайте. А то в минус 70 как-то всё жёстко. Да, надо, кстати, наверное, четвёртый уровень. Хотя мы можем временно ещё форсаж бахнуть. Во, сразу же прекрасно стало. Это получается я весь Восток исследовал. Смотрите-ка, ух. Да, больше никаких точек интереса нету. Ну всё, значит разведчиков отправляем обратно. Он как раз скопил здесь немало ресурсов. Пускай привезёт домой. А вот и третья волна с морозных земель. Прибыла третья группа беженцев. Они едва живы, измотаны долгой дорогой и заботой о больных увечных. Прикёв Нэнсон, их предводитель отсутствует. Мы взяли всех, кого смогли. Многие остались теми, кто был слишком болен и не перенёс бы дорогу. И Нэнсон был в их числе. Да смилуется Господь над нами всеми. Грядёт великий холод. Пустить их? Да, мы примем всех. 60 человек и 50 из них тяжелобольных. Ох, ни домов нету, ничего. Ну хотя бы одна радость сейчас потепляет. Давай недовольство собакрим. Недовольство убрали и сейчас, ох, как жестоко будет. Что принесёт будущее? Сэр, теперь мы точно знаем, от чего спасались беженцы. Грядёт великий холод. Учёные говорят, что могут предсказать, насколько сильной будет буря, основываясь на наблюдениях. Им нужна пара дней, чтобы подготовить приборы и установить их на маяке. В итоге у нас есть несколько мест, куда мы можем сходить и узнать, есть ли тут люди или нет. Ну и ресурсы, естественно, добыть. Так, минус 50 стало на улице, прекрасно, везде в целом тепло, но вся проблема в том, что скоро ещё похолодание на минус 2 уровня. Я так-то не ожидал, но у меня нет лазарета для тяжелобольных. Будут выживать, как могут. Сейчас построю. Для вас несколько лазаретов, так уж и быть. Сэр, вас желает видеть один мужчина. Он говорит, что его дочь сбежала, когда вести о буре разослишь по городу. Он хочет взять сани разведчиков и отправиться за ней. Она взрослая девочка, но с балмошиной и легко пугается, рассказывает отец. Я должен искать её, пока она не потерялась. Она всё, что у меня осталось. Ну, давай снарядим его в путь, пускай идёт. Это его выбор, спасать дочку. И в итоге вот эти вот все точки, которые новые открываются, там люди, немножко, где-то человек по 12-20, и их всех надо доставлять. Это немного проблемно, но вроде как запаса домов есть, поэтому разберёмся. Подготовка к буре. Сэр, учёные не поверили своим глазам, но они дважды и трижды перепроверили расчёты. Они утверждают, что ураган и ветер во время бури приведёт к резкому снижению температуры. Таких показателей ещё не было зафиксировано. Охотиться будет невозможно. Растения в теплицах замёрзнут. Всё, кто показался за пределами города, погибнут, как и мы. Если не будем, как следует отапливать дома. Нужно приготовиться к катастрофе. И чё у нас за задание? Да поможет всё остальным. Изучить улучшение генератора, изучить предохранитель муфты, накопить запас пищи, минимум на неделю для каждого жителя всего три с лишним тысячи. Ух. И отозвать всех разведчиков. Прекрасно. Мы это не переживём! Как же мы справимся с этим, ища демада? Да что ж вы переживаете? Всё будет хорошо. Справимся мы со всем. Верьте в меня, ибо вам больше не остаётся ничего делать, кроме как верить. Мы сделали что могли для того, чтобы генератор выработал больше тепла. Этого может быть недостаточно. В домах и на рабочих местах должно быть как можно теплее. Грядущий холд способен бить в считанные минуты. Ну да, я уже к четвёртому уровню подошёл. Надо исследовать дальше. Вот она эта буря, посмотрите-ка идёт. Ух, закрывает нам даже возможность добычи здесь ресурсов. Но ничего, переживём. Гража еды ведёт к бунтам. О, мы узнали, почему разнятся данные по использованию сыроиды и производству пищи на кухнях. Оказывается, повара крадут еду. Люди в ярости. Мы поймали с поличным двух человек. Повара говорят, что воровали ради выживания близких во время бури, когда не будет доступа к тесным припасам. Поставить стража следить за ними. И надо, кстати, переходить на суп, а то я кормлю их обычной едой, оказывается. Я думаю, что-то странное. Еды не хватает не так много. А я кормлю их обычной едой. Пьяницы-паникёры. Сэр, с десяток человек напились и вышли на улицу. Они гоняются за женщинами и кричат, что надо поразвлечься, пока Буря не убьёт нас всех. Что нам с ними сделать? Изгнать. Я буду жестоким. Пропавшие и бесследны огромные кратер. И здесь мы изучим полезную технологию. Буря уже нагоняет. Так, надо разведчик, видимо, всё возвращать. Уже в скором времени Буря придёт по нашей душе. Остаётся четыре дня до великого события. До великой бури. Ну а на этом серия подходит к концу. Ваш прекрасный капитан что-то не особо болтлив был в этой серии. Поэтому ролик вышел не особо длинным, но, надеюсь, насыщенным на события. Мы уже подошли вплотную к самому главному событию. И в следующей серии вы узнаете, сможет ли Катград выставить против природы. Ну а также не забывайте, что любой из вас, кто оставит комментарий, рандомным образом может попасть в жителя данного города и самостоятельно лицезреть Бурю, которая ждёт вас через три с небольшим дня. Хотя сам ролик выйдет, наверное, где-то через день. А может и через три. Но посмотрим на вашу активность. А на этом всё. С вас лайки, комменты. Также оставляйте свои предложения по иным играм, прохождение которых вы хотели бы увидеть на канале. Надолго не прощаюсь. Увидимся и услышимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok